прием прием как слышно привет всем привет нет у игоря не получилось поездка поэтому игорь не будет сегодня привет сань да привет с вами иван водянов сейчас сейчас немножечко поднаберется народ буквально еще полминуты и на полчаса поедем ответы на вопросы отвечаем только на интересные вопросы вопросы которые каждый божий день повторяются я пропускать буду что-то более такое на мой взгляд более интересненькое будем беседовать еще я поставил в сохранении трансляции наверное на youtube буду заливать вот эти полчасовые ответы вы не против так ну чё 50 с лишним уже есть погнали так бы попать полегче полегче ничего не успеваю можно ли после тренировки мешать в одном шейкере протеин с бы цахами я думаю можно почему нет легко даже даже нужно быть за много не бывает протеин надо в норме пить не превышать ну я например по два колпачка сыплю протеина получается где-то в районе 50 грамм белка у меня это отлично усваивается но я думаю если вы на таком начальном уровне то думаю по 1 колпачка где грамма 23 25 белка вполне достаточно на порцию а там дальше можно уже смотреть насколько вы разгоняете обмен веществ насколько уже растет ваша мышечная масса и вы там прогрессируете вот так что как-то вот так так не растут руки ноги как у динозавра руки отстают что делать ну знаете есть такая особенность у многих людей вот все растет а руки не растут это очень часто встречается даже у профессиональных бодибилдеров есть отставание в руках и я думаю они уж точно перепробовали все тут есть генетическая составляющая но вот ну не растут но ну обделил руки бог волокнами которые могут увеличиваться до шести раз в объеме да вот обделил но все равно значит руки должны идти в приоритете они должны делаться минимум два раза в неделю руки это маленькие группы мышц и восстанавливаются они достаточно быстро поэтому два раза в неделю постоянно долбить два раза в неделю и все равно они будут потихонечку по кропалику будут расти омега-3 пить курсами или постоянно постоянно я не вижу ничего никаких противопоказаний пить омегу не это самое это кстати пуля заглядывал он здесь скачается в общем омегу не вижу смысла пить курсами потому что это микроэлемент который нужен постоянно всегда так саня чуть пишет бицепс бедра более сань пропустил повтори пожалуйста еще раз сейчас блин как много то ё-моё про середину груди не спрашивайте честное слово отвечал уже несколько раз не качается середина груди сань напиши вопрос что-то интересное было я пропустил что на бицепс бедра важнее жим или мертвую тягу и у вас еще такие ладруси да еще что важнее все важно все важно надо совмещать по любому совмещать и нельзя одними тягами мертвыми накачать бицепс бедра и либо одним жимом там с постановкой но первым со не важно что постоянно менять надо я не отдаю предпочтение изначально только делать базу могу сделать изоляцию могу базу менять местами могу все время разную давать нагрузку мышам чтобы они никогда не привыкали если вы будете делать бицепс бедра на постоянной основе вот мертвые тяга потом допустим но допустим сгибание сделали мертвая тяга потом идет допустим жим ногами до с высокой постановкой ног чтобы бицепс бедра включать потом допустим сгибание по одной и все и вот это если на постоянной основе организм привыкнет мышцы привыкнут менять местами можно сделать сгибания жим там еще какие-то сгибания там как предварительное утомление ушатать мышцы и потом делать мертвую тягу уже с ним не таким большим весом поэтому надо все время менять 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 шокировать мышцы кажется как можно чаще по-разному так что у вас не сдать такой больший вопрос группе до случайно то тебя не ожидать честно и снова были про кисти про кисти вы что этими предплечье или сами кисти для эспандеры может быть какие-то и расширители силу хвата расширителями кстати у нас в inferno я сейчас закажу это для армлифтинга этим ну тренажер и расширители всякие всякие там эти шары и прочую фигню буквально вот скоро скоро в inferno у нас будет это оборудование мы будем проводить наверное следующие соревнования по армлифтингу так что он наверное сделаем открытыми соревнования для всех не только для членов клуба вообще по всей москве и играть по всей россии кто хотите приезжайте в inferno будем силу хвата мерить и призы будем хорошие дарить у меня планах следующие соревнования вчера заебись трансляция была но не знаю вчера угорали тоже там вчера говорили что я злой почему-то на самом деле я добришь души человек я буду злой вот на них марут что-то гриме от вечно мне мешают как только сяду писать я всегда злой не так кажется это такая маска на тренировке зле и жестче сильнее моя любимая группа я даже не знаю да я всякую херню слушаю могу попсу послушать могу ретро послушать транс послушать влад сейчас там с бананы стрит накачал нормальной музыки я всеядны по музыке что нравится то и по настроению нижневартовск привет так ты к соревнованиям готовишь если да то почем не готовлю пока не готовлю и не тренирую и нету времени ребят я же говорил сто раз как только появится время и у меня есть даже желание но нет времени я скорее всего у меня я объявлю об этом везде буду кричать орать ребята я готовлю я созрел у меня есть время пока нет времени ребят вот у меня кстати блять этот ячменек выскочил сука такая падла вчера болел глаз и все нибудь такой белый сказали не давить а то заражение может быть вот хожу как уебок с ячменем блять глаз надо плюнуть мне так иван после того как у грину сказал есть больше твердого белка ты почувствовал какие-то преимущества да 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 вот именно когда мы начали со славой работать я больше стал уделять внимание твердой пищи не только белкам но и углеводам я убрал гейнеры добавил много ну как бы я поставил минимум килограмм мяса съедать себе и все остальное там до 350 400 грамм белка набирать там творогом яйцами вот и один-два протеиновых шейка как бы у меня в день всего лишь раньше было больше я заметил что я стал но все нам заметили как-то более качественно что ли набирать поэтому я сейчас я приз все не ограничиваю там сладких всех этих делах сахар этот и блять не знаю диабет не диабет не посрать меня все в норме с сахаром поэтому это самое так чё у нас там блин мешают не ем мое угли на килограмм он не считает да я не считаю угли на килограмм не считаю так какой фирма вела тренажер путевой и ее это не ко мне вопрос это их столько миллион я я не думаю что вам нужен тренажер который я покупал в inferno здесь профессиональный тренажер стоят они стоят таких денег чтобы полквартиры на поэтому домашний тренажер вела можно взять по бюджете там я не знаю но смотря кому какие-то у кого какие возможности есть 20-30 мне кажется нормальный можно взять для дома может быть даже дешевле но его тренажеры которые профессиональный в залах стоят они стоят ебнешься сколько денег а сейчас я даже не смотрел про стероиды банить будем не задавайте вопрос на лыжах ой давно это было давно было на лыжах не катаюсь и на лыжах трапецию как накачать для трапеции есть только шраги на мой взгляд шраги со штангой шраги с гантелями в смите шраги делать там можно изгаляться на количество повторений можно делать задержками ян перс задержками делал в некоторых там последних повторениях с большим весом поработать побольше повторений с меньшим весом ну и также они качаются когда плечи делаешь очень тяжело их выключать вот они мешают когда плечи делаешь тоже качаются были не успел прочитать не успел так что думаете остата динамики я думаю что это все надо использовать я не не отрицаю полезное это самое как бы выход в прогрессе от стата динамики не отрицаю ни в коем случае дело в том что если кто-то хочет этим заморочиться пожалуйста но у меня допустим сейчас нет необходимости в этом но я никогда не отрицаю ни одну методику все работы и стата динамика работает и все короче работает я просто не это сама не шибко как сказать развит стата динамики прям там в нюансах тренинга и не могу дать каких-то там ну таких интересных рекомендаций каких-то фишек так что не так время спаса кукотского не знаю так болен не успевают гаснется как увеличить жим если вы пауэрлифтер то я бодибилдер если в плане там бодибилдинге как увеличить там на и не я не жму на раз у меня нету схем увеличение жима на одно повторение чтобы пожать как можно больше но мой жим растет и все классически у меня просто я делаю силовые проходки каждую раз в две недели ну даже ну да раз две недели получается в которых я прогрессирую то есть я дохожу пирамиды до там двух трех повторений рабочих и постоянно в весе прогрессирую в другую неделю я делаю там допустим 3 4 там рабочих подхода на 10 повторений вот здесь уже в весе у меня нету там прогрессии да то есть я ставлю рабочий вес но он тоже имеет свойство со временем увеличиваться но в целую прогрессию делаю именно в пирамиде вот как-то так а если вы не задаете с вопросом как вам пожать на раз больше то это больше наверно вопрос к пули к оператору вот либо какому-то пауэрлифтеру жимовику я не компетенте по этих вопросах у меня нет схем у меня нет вот там этих нет этой специфики увеличение жима так что не могу можно ли постоянно тренироваться в отказ ну наверно можно но тут нужно мозг имеет я же вот допустим тренируюсь как бы все время в отказ да но я получаю там удовольствие от своих тренировок но если мне становится в тягость то есть я чувствую что ну не не прет но все блять на какой тут уже мотивации нет стопор какой-то да то есть веса откат пошел то я думаю стоит что-то менять и поделать может быть отказ от 20 повторений какой-то знаете такое жжение то есть поменять вид нагрузки поменять количество повторений поменять количество подходов но не работать как бы не пойму что не в отказ любое упражнение нужно делать в отказ чтоб шокировать мышцы только можно в отказ сжать на раз можно в отказ сжать на 10 можно в отказ делать на 20 повторений вот я считаю вот эти отказы надо чередовать и тогда у вас будет все время какое-то движение вперед я так считаю антиэкстрогены я не использую вообще на курс всем по-разному тут надо с врачом с врачом разговаривать если у вас есть необходимость то нужно у всех разные организмы у всех разная реакция на прием тестостероновых препаратов у кого-то сильная ароматизация у кого-то провоктин шкалит у кого-то все по-разному настолько индивидуально нужно анализы смотреть обязательно подконтрольно это делать если у вас какие-то с этим проблемы в любом случае вам нужно обращаться к специалисту но самому лучше не экспериментировать я просто знаю по себе я не использую у меня нету проблем блин про фарму не хочу это говорить мое отношение к фармакома никакого отношения к фармакома нет абсолютно нет никакого отношения хотя возможно мне что-то попадалось я в препаратах особо не разбираюсь я имею ввиду в производителях вот мне все равно все что у меня было все равно нам не работала нужно лепить аргинин новичку при наборе я думаю он не будет никак вам не помешает не никак мне кажется только улучшит кровенасыщение такой памп на тренировке поэтому я не думаю что новичку противопоказан аргинин не думаю так 10 минут у нас и блять опять про плечи ё-моё но в вига вы если это первый раз подключились сегодня то это простительно если вы уже здесь неделю то мы каждую день как раз по 10 отвечаем вопрос про плечи ладно давайте еще раз ну да новых подписчиков много ноющая боль в плечах это уже на накопившиеся микротравмы и вылечить их можно дав покой плечам только надо давать полный покой иначе вы приведете это все к макротравмам вот суставы плеча это такая падла который очень долго восстанавливается и буквально от любого движения даже нельзя даже предугадать когда может стрельнуть плечо в любом движении и стрельнула и все пошла ноющая боль может не стрелять и появится ноющая боль и здесь нужно давать отдых если вы ну произошел характер травмы который за там 5-7 дней допустим не восстановилась если это допустим не мышечная там какой-то а именно вот что-то уже микротравма то тогда нужно давать отдыхать пока вы не получили совсем плохую травму после которой придется уже там долго очень долго восстанавливаться этому дайте месяц там ну в смысле не месяц на неделю-две исключаем максимально плечи что мы исключаем мы исключаем стопроцентно работу на плечи стопроцентно на грудь на мой взгляд если это в задней дельте то и на спину если это все-таки средняя передняя дельта то грудь надо исключать можно работать изолировано на руки не включая плечевой сустав можно делать ноги можно ну делать спину не спины то есть изолировать если там уже полная жопа то тогда уже вообще наверх ничего нельзя делать это настолько индивидуально но основную основная рекомендация как бы мой совет вам был бы это полный отдых вашего сустава чтобы он восстановился иначе вы будете постоянно рецидив делать и все это будет вечно длиться так но в этот пока между собой я смотрю болтаете пока я говорю глютамин до иммунитет хорошо повышает я думаю да лишним не будет пить ну и без него я обошелся вот предыдущую подготовку я чуть не пил честно говорю что не пил глютамин и как-то мне это нормально но блять иммунитет я кстати подсадил подсадил это у меня вот видите вот здесь блять выскочила тут на губах тоже то и кстати тоже был блять почти знаете такое как бы гир герпес что ли какая-то это простуда сука начала блять везде из-за снижения иммунитета вот возможно я поплатился то что не пил глютамин и не пью его на регулярной основе так лучший источник углеводов для меня сахар два решки лучший источник овсянка и рис если качественные брать овсянка и рис вот а иногда грей дубля не знаю вот иногда я на гречку посажу что вот сейчас я ем постоянно овсянку с утра и рис там днем бывает что гречка знаю мне кажется это классический овсянка рис гречка блин вот чё за вопрос как сушку проводите блять полгода можно так рассказывать как сушку проводить урезаю углеводы повышаю белок точнее белок не повышаю на так повышен нереально овсянка с курицей нет конечно овсянку я съедаю и яйца утром а с курицей рис в основном рис овсянка с курицей то пиздец ужас овсянку с сахарами это я не знаю что такое deep post по сколько и 10 штук без желтков зараз прям десяток расколотил желтки выкинул и все сколько лет 35 заливая геркулес заливая посмотрите вторую серию inferno на канале там подробный завтрак заливаю из кулера горячей водой кипяточком и все там и про сахар и про овсянку и про яйца у некоторых некоторых бабушки начали пиздить скалками после того как они стали желтки выкидывать так а мед в овсянку ну блин не знаю не не идет мед я могу так с ложечки поесть снимай больше видео на youtube вот это видео я залью на youtube сейчас буду вопросы ответы посмотрю как это пойдет буду это дело все выкладывать наверно если это будет кому-то интересно для повтора вот и на youtube я сегодня ехал третью серию inferno доснимал кусочек чтобы это самое хоть как-то уже доделать она будет коротенькая но мне реально ребят нечего снимать перископ сживет все интересное все время и все интересное сжирает перископ поэтому блин на inferno на youtube сейчас вообще времени блять точно блин точняк черт перезаписывать будем еще полчаса сука надо камеру так лишь были все тогда это видео не буду выкладывать на youtube гормон роста стоит того гормон роста стоит всего керришь водом для ходит тут шумит гремит для засыпает в любви на полчаса нету тут ходит гремит крахмал в картофеле так в общем это лент чеш спасибо тот тому кто мне подсказал что камеру надо держать горизонтально вот этот ролик уже сука не пойдет на youtube теперь надо камеру будет держать горизонтально нереально так набрать массу сверхчеловеческий потенциал блять невозможно невозможно так чего ваня это кто кто блин я не успел девушка была салют натуралы щенки века привет я те напишу я уже боюсь не напишешь быца как принимают до во время и после тренировки во время сейчас перестал эксперимент у меня только до тренировки я сыплю блять уже 5 калопаков модернов или 6 даже для меня прет мне очень радует такую мега дозу быца перед тренировкой и потом воду пить только на тренировке сейчас пока так экспериментирую нет креатин не принимаю уже сто лет я считаю что если ты как сказать то не натурал нахер креатин не нужен я просто не знаю у меня ни один тренер кто был про креатин забыли уже давно если ты уже начал употреблять витамины креатин можно нахуй нужен вот зачем он нужен просто я не вижу так четыре раза пишу скажи про элькарнитин что сказать про элькарнитин элькарнитин я мне он привезли сегодня пит профи курьер приезжал элькарнитин мне привез карнитин я пью на регулярной основе если не забываю покупать то пью на регулярно строю на основе покупаю бутылку и прям хлобысь и пошел тренироваться я пью его для сердца гелькарнитин никакой нахуй не жиросжигатель все это шляпа полная что там блять вам из восьмидесятых годов счетом втирают для сердца гелькарнитин вот улучшает работу сердца повышает выносливость отсюда и пошло поехало больше выносливость больше работоспособность больше сожгли калорий соответственно похудели вот эти вот глупые глупая цепочка приводит к тому что люди считают что ли карантин это жиросжигатель нихуя он не жиросжигатель натуральных притреники гуарана вик хуёво отношусь к этой быстрому приготовлению в пакетиках овсянки шляпа лучшая овсянка это геркулес самый дешевый за 15 минут там написано геркулес цельные хлопья все что перемололи все что там несквик хуесквик это все шляпы в пыль индийских дорог подмели является вот это нахуй засыпали в пакете шляпы это все нет геркулес отлично если я правильно успел можно ли без травм тренироваться в 57 повторений бля если вы башки до отказа свои 57 повторений на мой взгляд травмы неизбежны это нереальные веса для вас будут если выкладываться на максимум в 57 повторений блять это мне кажется травмы неизбежны жопа вот это на мой взгляд но блин вот если я жму там к примеру 150 там на 15 повторений но мне надо 180 жать на 6 повторений к примеру я этого не буду делать я в силовой проходке дойду предварительно так разогревший что это я блять очкую всегда на своих проходках я очкую потому что микротрама у меня было в приседах в той подготовке духу я и больше то там рванул то там благо ничего не отрывалось но постоянно были микро надрывы но это нужно было я это было ну как бы контролируема не доводил но работа но в постоянку ни к чему хорошему на мой взгляд не приведет поэтому я и делаю все на 15 повторений шестимесячный курс гормона на жиросжигание ой как жрать будете если правильное питание будет и вы будете действительно сушиться а именно выстраивать правильное питание то гормон конечно в разы все это усилит если ты будешь ставить гормон но жрать как свинья всякую шляпу из макдональдса никакой гормон не поможет не поможет ни 20 не 50 единиц варять и кончене поможет не 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 думайте что гормон решит все гормон до решает все она при правильном питании при правильных тренировках так что вот так или карнитин поможет при высоком давлении да 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 кстати карнитин по поводу давления по моему да он как бы стабилизирует не то чтобы он как таблетка выпила пиздец давление стало хоп и в норм со временем со временем он нормализует так ребят все время закончилось сегодняшнюю трансляцию нихера не я не буду выкладывать на youtube потому что камера неправильно стоит будет шляпа вот такой вот вытянутый кранчик все теперь будем снимать горизонтально и встретимся через пару часов в зале на тренировке сегодня и башу руки а кстати руки всем же нужны руки сегодня качаем банки бицепс трицепс будет интересная тренировка на руки я надеюсь нам будет вы поняли кого много сисек и попок так что до встречи с вами был иван водянов блять проблем с кнопкой началось через пару часов это блять кнопка а там пулю слышу плана вот пуля пришел я кнопку не могу отмечать трансляция закончился блять вам подожди ты в прямом эфире не могу вас на посмотрите вот на пулю так блять ну кнопка ребят блять кнопка ебанавр смотри вообще на пальцы просто толстые нет да конечно